Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами очередной, 59-й выпуск нашего регулярного подкаста. И сегодня я, Марк Бурчаков, буду обсуждать со своими коллегами, пожалуй, самую горячую хайповую тему, связанную с Ассоциацией прямо сейчас, а именно подходящую потихонечку в нашу сторону драфт НБА, который произойдет в четверг, 21 июня. Очень много новостей вокруг этого события связано, потому что в этом году драфт обещает быть жарким, и в прошлом году он был таким, и этот год обещает быть как минимум не хуже. Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, я собрал отличную команду собеседников. Один из них, я думаю, вам не составит труда догадаться, кто это, мой постоянный соведущий, автор телеграм-канала Его Игра, так же, как и одноименного блога на Спортс.ру, Женя, он же Джерри Биг. Привет, Жень! Всем привет! В качестве нашего сегодняшнего гостя, эксперта, мы решили позвать человека, который помогал нам разобраться в ситуации на драфте в прошлом году, и который, как мне кажется, сделал это весьма и весьма успешно. Активный болельщик Dallas Mavericks, частый гость форума одноименного на Спортс.ру, и вообще просто хороший товарищ нашего проекта, Саша Моисеенко. Привет, Саш! Да, всем привет! Предлагаю сразу же начать, не тратить ни минуты больше, и сразу же начать обсуждение этого события. Предлагаю начать такой более-менее общий вопрос, адресованного Саше. Саш, какие твои мысли относительно этого драфта по сравнению с прошлым драфтом? Является ли он лучше и или хуже относительно его? И в целом, какие вот самые хайповые личности на этой церемонии будут, в сторону которых внимание должны обратить даже болельщики, которые не настолько продвинуто знают об ассоциации, как мы втроем? Расскажи нам, пожалуйста, буквально в двух словах. С точки зрения глубины, драфт в этом году получился, ну, опять же, поглубже, на мой взгляд. Есть шансы, что во втором десятке кто-то выловит человека, который окажется новым Донован и Митчеллом. Шансы на это выше, чем раньше, чем в прошлом году были. Плюс на этом драфте есть несколько человек, которые могут стать, действительно, скажем так, франчайзами. Людьми, вокруг которых будут строить команды, претендующие на очень многое. В прошлом году, на мой взгляд, таких игроков было меньше. То есть там все-таки были люди с хорошим потенциалом, но более узкопрофилированные, что ли. А в этом году, если говорить именно о потенциале, а не ограниченном потенциале, то этот драфт в отношении нескольких людей, он лучше. То есть это и Эйтан, это и Дончич, это и Бедли, это и Джексона, это и Бамба. Там непонятно совершенно, что из этих людей выйдет, но если там все пойдет хорошо, то это будет очень круто в перспективе. Вот на фоне того, что ты сейчас сказал, предлагаю сразу же начать с обсуждения того, кто будет выбран под первым пиком на этом драфте, который попал в распоряжение Феникс Санц впервые в истории этой франшизы. Бытует два мнения относительно того, кого же все-таки Феникс выберет под первым пиком. Первое мнение это Лука Дончич, который вроде как отлично подходит под новоявленного тренера Феникса, Игоря Кокошкова, который с молодым славянцем достиг большого успеха на прошлогоднем Евробаскете совместно. С другой стороны, есть вроде как доминирующий в будущем центровой, а также выпускник довольно сравнительно местного университета, а именно Аризоны, Дандер Эйтан. Вот тебе, Саш, кажется, все-таки в чью сторону упадет выбор Райан Макдонны и насколько этот выбор для тебя лично очевиден на этом драфте? Ну, выбор совершенно очевиден. Феникс должен брать Эйтана, вне зависимости от того, кого где там поставили главным тренером. Все-таки его выбор, Кокошкова выбирали, я не знаю, кстати, правильно, на какое слог ударение фамилии, это заранее прошло прощение, если вдруг нас слушают за океаном, сомнительный процесс, но все-таки. Эйтан просто лучше, фундаментальнее, скажем так, с точки зрения построения команды в условиях НБА конкретно. То есть Дончич может быть сколько угодно скилловым игроком, с великолепным потенциалом, но Эйтан в перспективе, если, опять же, если там все сложится хорошо, если он прибавит в своих слабых сторонах, о которых сейчас поговорим, если разойдет сильные стороны, о которых тоже сейчас поговорим, это будет очень мощно, очень мощно и интригующе. Человек все забивает в краски, берет подборы, отлично работает в лоу-пост, продавливает спиной кольцо соперников за счет своих феерических совершенно физических данных, великолепно двигается для своих габаритов, хорошо прыгает, в том числе у него второй прыжок хороший, то есть в сочетании с мощью, с этим атлетизмом, это здорово помогает на подборах, заталкивает соперников, то есть легких центров он будет просто давить, вот в олдскульном стиле, против условного Казинса это уже проблематично будет, но там есть другие варианты, там пас отдать, поэтому хорошо пасует, и на ногах попытаться обыграть за счет работы и опускания мяча на паркет. Это возможно, то есть в принципе я не вижу человека, который в перспективе, если это наразовьется как нужно, который там сможет его вообще регулярно останавливать. По минусам, вот основные минусы, которые ему вменяют, это нехватка дисциплины в защите, что он недорабатывает, он недоигрывает эпизоды, бросает своих игроков, но опять же мое объяснение этого кроется в том, что Эйтан, выходя из школы, он прекрасно понимал, он как бы, я думаю, что он читал все ноги какие-то, он видел, что он и Портер котировались просто на порядок выше всех, именно как бы в старшей школе. И ему, мне кажется, просто не было смысла с учетом вот с этой ситуации напрягаться как-то в NCAA, он видит этих людей, партнеров по команде Университета Аризоны на первый и последний раз в жизни, вот гипотетически там титул какой-то NCAA ему вообще нафиг не нужен, с учетом того, что человек понимает, что у него впереди долгая и успешная карьера в НБА, что он там скоро станет миллионером, там попадал, может быть, миллиардером и прочее. Вот смысл напрягаться и там куда-то там лезть в стыки и рисковать, чтобы тебе на ногу при земле и сидеть за започули и получить травму. Зачем? Это никому не надо. Мне кажется, что Эйтон просто себя берег в колледже и вот эти вот недоработки, то, что он играл процентов на 60, может быть, на 70 от своих возможностей, но явно не на 100, вот совсем, даже не в рисках. Женя, я думаю, я буду говорить как минимум за себя, меня экспертам по драфту и по молодым игрокам нельзя назвать от слова совсем, не знаю, как ситуация у тебя, какие у тебя есть вот на основании того, что Саша сказал и по каким-то, может быть, каким-то личным наблюдением ожидания от Эйтона в лиге и считаешь ли ты его безоговорочным первым номером предстоящего драфта? Ну, Саша видит несколько франчайзов, я не вижу здесь ни одного, но это, опять-таки, исключительно личный выбор каждого. Эйтон меня смущает отсутствием должной работы в защите, о том, что он не выкладывается, ну, как мы говорили до записи этого подкаста. Лично для меня это означает, что вот этот его соревновательный дух, он недостаточно на высоком уровне, потому что игроки, которые хотят выигрывать, они выкладываются, они хотят что-то доказать. Если он действительно понимает, что вот он будет выбран высоко и так далее, окей, может быть, но когда ты не работаешь в защите в полной степени, так сказать, у тебя нет, ты, скажем так, ты не кажешься вовлеченным в игру, а это то, на что многие команды смотрят все более и более пристально. Поэтому, дай бог ему там здоровья, в первую очередь, чтобы он мог проявить себя в лиге в полной мере. Но его сравнение с Карлом Этони Таунсом меня очень сильно напрягает в плане будущего этого игрока в лиге. Потому что Таунс, да, это здорово, это классно, но если бы вы меня спросите, хотел бы я, чтобы Таунс был первой звездой в моей команде, нет, не хотел бы. В принципе, пришли мы к такому более-менее единому выводу, что Эйтан будет под первым пиком. Предлагаю приступить к обсуждению второй команды, у которой будет высокий пик на этом драфте, а именно Сакраменто Кингс, такая, так сказать, рыцарь без головы, потому что глаза голову в ней отвечают тандем Дивица и Рнадиви, генерального менеджера и владельца команды соответственно. Очень часто фигурировали слухи о том, что Сакраменто может выбрать Луку Дончича, о котором мы уже чуть-чуть так поговорили. Были также вроде как запланированы и сделаны воркауты с Марвином Бегли, Форфдом Дюка, и вроде как впечатлили руководство Сакраменто. И также в последнее время фигурирует слух о том, что Майкл Портер, может быть, даже попал на радары Сакраменто Кингс. Ну, опять же, передадим слову нашему баскетоковому варианту Джонатан Дживони. Назовем это так. Саша, на твой взгляд, чисто на твой взгляд, как человек, который в этом драфте разбирается лучше всех среди нас троих, на мой взгляд, как ты считаешь, кого все-таки под вторым номером Сакраменто стоит выбрать на этом драфте? Ну, если говорить с точки зрения таланта и подолка, то нужно брать дончичек. Но выбирая игрока в команду, которая, скажем так, строится не совсем с нуля в данной ситуации, нужно смотреть и на другие факторы. То есть в случае с Сакраменто у них уже есть один, единственный, к сожалению, для них ценный актив. Зовут этот актив Даррен Фокс. Фокс, я не думаю, что они промазали на прошлогоднем драфте. Фокс хорошо себя проявил в своем дебютном сезоне. Не сказать, что он там много звезд с неба схватил, но смотрелся он неплохо и показал то, что от него ждали в условиях не очень хорошей команды. И выбирая проспекты на этом драфте, нужно смотреть не только на то, что из себя каждый игрок представляет, и не брать вот вслепую Best Player Available, но и смотреть на то, как этот игрок будет сочетаться с Дарреном Фоксом, потому что Фокса никто никуда менять не будет. И вот если говорить с точки зрения сочетаемости, выбор дончича будет плохим, потому что Фокс и дончич сочетаются отвратительным образом. Дончичу, чтобы быть эффективным, вообще в принципе эффективным, в атаке в защите он не будет эффективен, ему нужно проводить с мячом в руках процентов 50 времени. То есть он должен разыгрывать половину комбинации, он должен взаимодействовать, органично взаимодействовать с партнером по задней линии, ну и с фронткортом, разумеется. То есть они должны друг с другом сочетаться. Так вот, но Фокс и дончич, они не сочетаются. Потому что Фоксу, в свою очередь, нужно наоборот проводить, тоже нужно проводить с мячом процентов, там, не знаю, в 70 от игрового времени. То есть ему нужно взять просто мяч в руки, поставить ему пару заслонов, чтобы он побежал разыгрывать пик-н-роллы, там, а дальше либо сам завершил, либо кинул свечку на Большого, на Воликуллистайн, того же, либо там скинул на Дугу, чтобы Винг трешку попал или не попал, но не суть. Дончич уже нужен человек, который будет с ним вот органично сочетаться. Вот яркий пример того, яркий пример, как они действовали с Драгичем, например, на чемпионате Европы. Вот дайте ему хотя бы того же Драгича, а в идеале там Криса Пола или хотя бы Домиона Лиланда. Вот это будет очень хорошо. То есть ему нужен комбо-гард и комбо-гард с трешкой. А Фокс, помимо того, что он играет от Владини, он еще и трешки бросает, скажем так, ну, мягко скажет, не как. У него в дебютном сезоне в среднем две попытки за игру и процент попадания, если я точно помню, 30,7. О каком комбо-гарде здесь может быть и речь? То есть я думаю, что если строить команду разумно, то с учетом отсутствия большого зазора между Дончичевым и там некоторой группы ребят рядом с ним на этом драфте, то Сакраменто нужно брать Бегли. Да, в принципе, давай перед тем, как остановиться более подробно на Бегли, чуть-чуть Женю вовлечем разговор. Жень, согласишься ли ты, в принципе, в основном с тезисом Саши? И какие сумасшествия ты ждешь от тандема Вивика, Рнадиви и Влада Дивица? Не удивишь ли сильно ты тому, если Сакраменто додумается обменять свой второй пик на условного говоря Кавая Леонарда? И вообще в целом, как ты думаешь, какое лучшее использование того пика, который имеется в Сакраменто сейчас, будет для команды из Калифорнии? Если они знают, кого они хотят брать, пусть пикают. Если нет, пусть используют этот пик на нормального игрока, который им не то, чтобы даст какое-то будущее, но хотя бы как-то будет вписываться во франшизу, потому что пикают они очень плохо, и это не секрет ни для кого довольно давно. Поэтому то, что они творят на пиках в последние годы, мне кажется, что это должно рано или поздно прекратиться. Но когда это произойдет, посмотрим. Я не теряю веру в людей. Я знаю, что у них когда-нибудь наступит прозрение, но вряд ли это будет в этом году. Поэтому Сакраменто сейчас может выдать все, что угодно. Я не удивлюсь, если они возьмут Бегли, и, может быть, это не самый худший для них вариант. Я не знаю, по-моему, вы не сказали, что Дончич может и не поехать с Сакраменто, и такие слухи тоже ходили, поэтому это вполне реальная совершенно ситуация, поскольку Дончич имеет на это право. Легально я имею в виду. Вот, собственно, все. Да, контракт с Реалом Мадридом все еще действует, как Женя абсолютно прав. Вполне может повториться ситуация, которая была пару лет назад с Дарио Шаричем, который пропустил свой первый сезон в НБА и присоединился к Филадельфии в тот момент, когда посчитал, что команда может уже считаться более-менее конкурентоспособной. Саша, не будем отталкиваться, так сказать, от нашей традиции. Давай тогда остановимся, если ты считаешь, что Бегли должен быть выбран с Сакраменто под вторым пиком, давай остановимся на этом игроке, и ты вот в течение 5-6 минут расскажешь нам более-менее подробно о его сильных и слабых сторонах. Мы внимательно это послушаем. Ну, Бегли почему подходит к тому же Фоксу и вообще? Он очень хорош в транзишине, здорово бежит, он великолепный атлет. Фоксу, играть с ним в пикинроле будет одно удовольствие. Он очень хорошо координирован. Неплохо защищается при изоляциях, я скажу, я так скажу, то есть именно вот при игре 1 в 1. Одна из сильнейших его сторон это вот очень хороший второй прыжок в стиле Клинта Капеллы, за счет чего он и выигрывает большинство подборов, как бы спорных подборов, в том числе на чужой половине. И за счет этого же умения он зачастую добавляет очень многое в корзину соперника под бэками. За счет этого атлетизма его опять же на подборах очень сложно отсечь от мяча, то есть ты как бы соперник может занять правильную позицию, но Бегли он там просто продерется сквозь тебя и засунет руки куда-нибудь куда нужно и куда не нужно и вытащит этот мяч у тебя просто из-под носа. В атаке у него хороший первый шаг за счет этого плюс очень хорошей координации он вот именно способен там просачиваться мимо петуна, огибать их там за счет первых быстрых первых пары шагов. Хорошо работает в посте вот крюком, то есть поставил спину, сделал пару шагов, бросил хук. У него есть признаки жизни, если говорить о броске с периметра, то есть он мало бросал трешки, но процент там был достойный. У него хорошая механика броска, ее не нужно править как-то особенно. Правда, как бы, ну элитным шутером он особо никогда не стоит, на мой взгляд, хотя всякое возможно. 40% за дуги во время выступления за дюк, что очень мощно, даже при маленьких попытках, на мой взгляд. Ну вот в том-то дело, что он бросает, и он бросал в основном только вот открытые какие-то броски, и при этом он очень хорошо пользовался ситуацией, потому что когда соперники пресекли, что наставлять человек на дуги нельзя вообще никак одного, он начал пользоваться тем, что когда на него соперник смещается, несется, сломяя голову, он очень хорошо умеет обыгрывать тем же, по-моему, фейком, просто поднял соперника в воздух, там, сделал два шага на встречном движении и положил там или средний джайпер, или вообще или передачу какую-то отдал, или ну это реже, увы, либо там прошел кольцо и занес, что нужно. вопросы по Бекли вызывает его защита. То есть, я бы не назвал у него хорошими инстинкты вообще защитные, понимание игры в защите. во многом, наверное, наверное, это связано с зональной защитой, которую использовали в Дюке и как бы рассказывали люди, которые были в Дюке и спрашивали про это на месте у местных, у руководства и так далее, что зональной защитой в Дюке пытались научить игроков дисциплинированности, пониманию игры в защите. Может быть, это так. Может быть, это действительно помогло. Но пока, если говорить о визуальных впечатлениях и о цифрах, защита Бекли она, ну, так, что-то среднее. Бекли еще в защите, он теряет игроков, он резко может как-то застыть, впустить за спину себе соперника, редко оказывает сопротивление, то есть не заставляет соперника контест от шот наносить. Что еще в краске он не защищается практически. То есть вот в этом компоненте нужно работать. У него меньше одного блокшота за игру и, соответственно, перехвата тоже. Его защитные возможности вызывают вопросы. Некоторые говорят, что он может теоретически играть пятого номера, в НБА, но с такой защитой, не знаю, мне кажется, что это явно плохой номер. Также есть вопросы по поводу того, индивидуальной игры слишком, индивидуальной игры, играет. Детает ли он соперников, партнеров по команде лучше. Играют ли они лучше за счет нахождения Бэгрина паркет, или он больше индивидуально скурит. То есть у него, например, по сезону 50 передач, 75 потерь мяча. Не очень хороший показатель. Еще один момент, с учетом вопросов к его джамперам, хотя вроде неплохо, но в основном он все-таки работает из краски, то есть за счет прохода. Еще настораживает момент, что у него очень плохой процент попадания с линией штрафных. Вот над этим точно нужно наработать. При этом обнадеживающим моментом с другой стороны является то, что по отзывам у Бэгрина очень хорошая рабочая этика. То есть человек готов жить в зале, он работает над собой, работает над своими минусами, развивает свои плюсы, никуда там не ходит ни к каким-то ночным клубам, трудоголик. И при попадании к правильному, хорошему тренеру, он действительно может много чего сделать, мне кажется. Последний момент, который я бы хотел затронуть, над которым ему точно нужно будет работать 100%, потому что это атака, а это будет его хлеб основной, это то, что он напрочь однорукий игрок, скажем так. То есть он все под кольцом, в проходах, он все делает, он все завершает левой рукой, только левой. Правой он почти не использует никогда вообще. И если соперник практически подготовлен, то он тебя будет встречать на твоей сильной стороне, заталкивать тебя под слабую сторону, как Бегли завершает право и умеет ли он вообще это делать и с каким процентом, этого мы еще не видели. То есть вот это ему точно нужно будет решать, потому что если там игра в защите, блокшоты и так далее, это еще туда-сюда, и поставить его рядом с защитным центром, типа того же капелла, например, неважно его подстрахуют в защите, то такие вещи в атаке ему нужно править в обязательном порядке. Спасибо за распространенное мнение по поводу Бегли, Саш. Тогда предлагаю приступить уже к третьему пику, который будет в распоряжении у Атланты Хокс, и бытует мнение о том, что Атланте очень бы не помешал какой-нибудь такой защитник, разыгрывающий, ни на кого, ни в коем случае не намекаю, в связи с тем, что Денис Шрёдер уходит, вроде как, собирается уходить из Атланты, с другой стороны, Джон Коллинз есть с прошлого драфта, хороший, большой, а качественных вингов, которые достойны третьего выбора на драфте, нет. Хочется спросить у тебя, Жень, согласишься ли ты с этим, или ты бы на месте генерального менеджера Атланта Трэвиса Шленка все-таки, может быть, больше сконцентрировался бы, может быть, на каком-либо большом. Как ты думаешь? Во-первых, винги ему нужны по стольку-поскольку, у него есть принт, который очень, очень хорошо вписывается в ситуацию с командой, и наличие там пока еще Бейзмара, все это дело уравнивает. Поэтому ему в Атланте нужен лучший из доступных игроков, похоже, что это будет Дончич, и в принципе в Атланту Дончич подходит более чем. Что еще можно сказать по поводу Атланта и по поводу этого третьего выбора? По большому счету, если Атланта не считает нужным выбирать Дончича, и если руководство хочет взять Трея Янга, я читал пару журналистов, и даже в одном из подкастов слышал, что местные журналисты из Атланта, они бы пикали именно Янга. Вполне может быть, скажем так, многие скауты остались недовольны сегодняшним перформансом Дончич в финале, плей-офф чемпионата Испании, поэтому то, что Атланта может даже опуститься на драфте, чтобы получить какие-то еще активы за третий пик, до четвертого, до пятого пика, и взять своего Трея Янга, вполне может быть, вы правильно говорили перед подкастом насчет того, что опускаться ниже пятого пика им опасно, по понятным причинам, поэтому, если они действительно хотят брать нового разыгрывающего, на драфте есть Дончич, на драфте есть Янг, на драфте есть Секстон, по каждому из них есть вопросы, и вопросов много, но в ситуации с Атланта, если будет доступен Дончич, я бы брал Дончич. Согласишься ли ты с Женей, Саш? Если да, то параллельно расскажи нам, пожалуйста, о сильных и о слабых сторонах в игре Славянца. Ну, если, опять же, Атланта не будет менять свой пик и там будет брать лучшего и доступных и Дончич согласится поехать в Атланту, потому что это станет, потому что это будет его команда, команда будет строить в процессе вокруг него, туда, конечно, в Атланте нужно брать Дончич и дважды не думать. Другое дело, что они там смотрели на рок-аутах плотно не только Трей Янг, они смотрели еще Бэгли, они смотрели Джексона, плюс с ним на днях приезжал Бамба. Но в принципе, конечно, если Дончич падает в руки, он согласен, то это 100%, потому что Дончич, вот здесь и сейчас, наиболее готовый к МБА игрок это раз, потому что все-таки одно дело играть в игролиге, другое дело играть в и в НЦАА. Уровень, да, это все равно не МБА, 100%, ни то, ни другое даже не близко, но тут просто с одной стороны взрослые тяди бегают, с другой будущие, не знаю, юристы, врачи и так далее. в основной массе своей. То, что у него, то, что Дончич, вот уже не говорит, то, что там скауты остались недовольны игрой Дончича в последнем матче, например, или хотя бы в предыдущих играх каких-то, сегодня опять же была новость, человек просто устал. То есть основные проспекты в НСАА, из НСАА отбегали, там сколько они там, отбегали, игр 30, максимум, 30-40, а Дончич уже отбегал под 80 за весь год. Это очень много, это не сопоставимые вещи, и человеку 19 лет, он просто устал. А в целом же Дончич очень хорош в транзишнере, он разгоняет замечательные атаки, он великолепно видит площадку, он просто на природном чувстве принимает в массе свои верные решения, то есть он отдает туда, куда нужно. Он хорошо, он хороший скорор, он может забивать в проходах, он способен забить мидрейндж, он способен забить трешку, как открытую, так и естественно, размотав соперника на дриблинге, великолепно разыгрывает пикенролл, моментально пользуется какой-то недоработкой со стороны защиты, если ему дают минимальное количество свободного пространства, недостаточно плотно с ним играет, все, два-три очка, до свидания, или там открытая передача под кольцо там какой-нибудь N2. Дончич не просто так, достаточно громко, конечно, заявление, но его не просто так называли многие европейским Джеймсом Хардомом, сходство действительно есть. Дончич очень здорово управляет своей скоростью передвижения, то есть он варьирует темп, рвет темп, переключает передачи. За счет этого рваного тепа он очень хорошо умеет находить оптимальные точки на площадке для броска или для передачи, находить свободное пространство, за счет чего рвет оборонительное построение соперников. Сведение он способен обыграть в любую сторону, влево, вправо, по большому счету без разницы. На ногах более тяжелых эпигунов, именно тяжелых, не атлетичных, не путать главное. Он просто обыгрывает на ходу. Скорость, координация, умение обращаться с мячом, с учетом его габаритов, это достаточно уникальный скейлсет. также умеет за счет тех же габаритов играть спинное кольцо, в посте задавливает соперника, плотно стоит на ногах, комфортно чувствует себя в игре без мяча. при этом, конечно, под него нужно подбирать партнеров, потому что мы об этом уже немножко поговорили, ему в идеале что-нибудь какого-то комбогарда, человека, который не только способен если что, разгрузить Дончича, побегать с мячом, разыгрывать комбинации, поиграть в конце концов пик-н-роллы, пик-н-попы с тем же Дончичем, например, но и способным бросать трешки. Подбирать по Дончичи команду нужно будет аккуратно. В защите я не думаю, что Дончич будет эффективен, когда-либо, ну, действительно эффективен на серьезном уровне, но с точки зрения выбора позиции, понимания, игры, чтения игры, принятия решений, к нему вопросов нет, он в этом хорош, он хорошо выходит в том числе на подстраховку, например, подает признаки жизни, если говорить о защите один в один вайза, ну, при соперниках, которые там сравнительных габаритов с ним, сравнительного там скоростных данных. хорошо подбирает, опять же, с учетом позиций. Теряться Дончич начинает в основном, когда против него защищаются целенаправленные, плотно держат. если против него есть плотно, есть атлетичный, жесткий защитник, ну, не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь там смарт, Беверли и так далее. Ну, да, вот, спасибо, Маркус Смарт отличное сравнение. Вот тут, если Маркус Смарт вцепится в Дончича, у него, вот прямо сейчас, у него будут проблемы. То есть, он начинает в таких ситуациях теряться, и в таких ситуациях ему нужен, как раз ему нужен второй болл-хендлер в обязательном порядке. У Дончича будут проблемы не только при защите Смарта или того же Патрика Беверли, у Дончича будут проблемы защищаясь против любого атлетичного игрока, потому что если против него играть жестко, жестко именно, то он может и не обыграть. То есть, то, что делает Стивенс, то есть, люди, которые ставят корпус, когда ты пытаешься их оббежать. И против этого Дончичу достаточно тяжело будет играть на степбеках из того, что я видел о нем. И он будет играть скорее всего на бросках. Если действительно вот этот недостаток атлетизма, о котором все говорят, и то, что, скажем так, видно по его игре в последний, я смотрю, последний месяц за ним, больше, честно говоря, не хватало терпения. Игрок, который очень сильно зависит от соперника, от того, насколько сильно, насколько строго, насколько жестко против него защищаются. И пока в самом начале его карьеры, пока ему особо много фолов свистеть не будут, как свистят тому же Хардену, ему может быть достаточно тяжело. При этом та же самая проблема в защите, потому что при том, что скорость у него в принципе неплохая есть, но его недостаток атлетизма при 6-8 росте, он весит гораздо меньше, чем весит Харден, который чуть пониже. Поэтому если его начинают заталкивать, будут проблемы. Его боковая скорость перемещения, то есть скорость перемещения боком, она достаточно невысокая. Ну, я не использую слово латеральное, потому что половина из наших слушателей вряд ли обращает на это внимание. Я почему говорю, пытаюсь найти слова, которые понятны будут с первого раза. А эта скорость очень важна, когда тебя оббегает на скорости игрок после заслона, допустим. Получил защитник заслон, он получил быстрый первый шаг, ты должен на него отреагировать, но ты не успеваешь. Сколько играется в лиге пикенролла, вы знаете. Поэтому Дончич это определенная уязвимость в защите, это понятное дело не самая большая дыра из-за габаритов, но определенная уязвимость ему будет некомфортна, потому что игра очень многих игроков молодых гардов на драфте, она построена на атлетизме, на использовании скорости и так далее. Поэтому вот этот первый год он очень важен с точки зрения того, куда он попадет и насколько команда и тренер сможет его подготовить к вот этой жесткой атлетичной игре молодых против него. Я не говорю, что это не компенсируется, но это будет достаточно серьезным, скажем так, моментом. В первый год этому надо будет делить много внимания. Почти 20 минут мы уже уделили этому славецкому дыркинду, поэтому мне кажется, даже если мы что-то упустили, я думаю, большую часть о нем мы нашим слушателям рассказали, я предлагаю уже так двигаться в сторону четвертого пика уже, который нас ждет на этом драфте, который находится во владении Мэмфис Гризлис, и относительно этого пика идет очень много спекуляций относительно того, как с ним команда из Теннесси все-таки поступит. Было очень много спекуляций относительно того, что они могут его использовать там, могут опуститься ниже, могут даже подняться выше, но последняя самая горячая новость слух, который был связан с Мэмфисом, то, что они могут использовать этот актив в качестве балансирующего звена, в качестве при возможном, так сказать, сбрасывании контракта Чендлера Парсенса, по которому осталось два года и в течение которых Парсенса будет зарабатывать в среднем по 25 миллионов в какую-нибудь другую команду. Вопрос к Жене. Жень, как ты думаешь, это рациональное использование пика Мэмфиса и что ты ожидаешь увидеть в исполнении Криса Уольс, генерального менеджера команды? Тут вопрос в том, чего они хотят, потому что, судя по формированию тренерского штаба, судя по формированию по их политике, они решили пойти в плей-офф в следующем сезоне, у них это может получиться с определенной степенью вероятности, в случае, если Газоль и Конли будут здоровы, поэтому, если так, то им ребенок на драфте не нужен, они вполне могут сделать шаг назад, взять игрока совсем молодого, вроде Джексона, для того, чтобы использовать его уже через несколько лет, когда Марк завершит свое выступление на высоком уровне, когда команда уже не будет претендовать ни на что, и тогда уже можно будет чего-то ждать. Опять-таки, наверняка кто-то слышал слухи о том, что Мемфис торгует четвертым пиком и контрактом Парсонса в довесок вполне может быть, если они действительно получат какого-то хорошего, молодого, стабильного игрока на третью позицию. Почему нет? В конце концов, там, конечно, есть Дилан Брукс, но вингов много не бывает. Это сейчас, наверное, главный принцип НБА последние пару лет. Поэтому, если они действительно найдут кого-то, кто согласится взять контракт Парсонса и отдать им уже состоявшегося игрока на третью и четвертую позицию, можно твинера, неважно, это Мемфис должно устроить. Саша, вовлеку тебя наконец-таки в разговор по истечению той информации, что ты уже распределил по командам Дончича, Бегли и Эйтана. Кого бы ты взял бы на месте Мемфиса под четвертым пиком при условии того, что они не поднимаются никуда, не опускаются, пик остается у них, кто был бы твоим выбором? Ну, во-первых, я не верю, что пик, скорее всего, останется у них. Я думаю, что какой-то вариант они все-таки найдут, если это действительно так. На самом деле, как Женя говорил о том, что выбрать Джексона и посадить его на лавку как на будущее, гораздо оптимальнее вариант действительно опуститься, попытаться обменяться, не знаю, с Чикаго или Кливлендом, например. Я не знаю, насколько это будет интересно Чикаго или Кливленду, но немножко опуститься, получить какие-то вкусняшки сверху и просто пикнуть Микла Бриджеса. Вот, пожалуй, как бы из первой десятки это человек, который готов играть здесь и сейчас. Вот просто сейчас его в инба запихни, он будет показывать ровно то же самое, что он показывал NCAA. Это как бы если говорить о том, что Мэнфис опустится. Если они не найдут партнеров и останутся четвертыми и опять же как бы сохраняя политику партии по поводу того, что нужно брать игрока, который должен приносить пользу вот здесь и сейчас, пока там Газоль и Колли что-то еще могут, то надо брать Портера. В такой ситуации. Майкл Портер довольно-таки специфичный игрок этого драфта. Что я о нем знаю, что он был очень безмерно талантливый юноша и очень высоко котировался на уровне школьников, но вот в универе у него сложилась такая очень неприятная травма спины, за которую он провел всего лишь три игры за университет Миссури и в принципе показал там, ну ничего он не успел показать за эти три игры, поэтому мне будет интересно, Саш, послушать твое мнение относительно сильных и слабых сторон этого игрока и вообще как ты считаешь вот эта травма, ее пагубное влияние сильно ли преувеличено в прессе сейчас, вот в данную минуту, или все-таки это не то, на что сильно следует концентрировать внимание генеральным менеджером НБА? Ну вопрос по травме Портера я Жене тогда оставлю, он как бы он в любом случае в курсе, чтобы я слишком много всего не говорил сейчас, что касается как бы если действительно там, если действительно Мэнфиси рискнут взять Портера при всех там условиях, то ну да, Портер готов приносить пользу здесь и сейчас он очень хороший великолепный я бы даже сказал атлет хорошо бегает в транзишене то есть он в комбинационной игре хорошо должен себя чувствовать именно при комбинационных партнеров то есть там с Газолем и Конли ему должно быть просто адаптироваться в НБА он неплохо работает на подборах при этом у него есть как бы такая небольшая проблема я не совсем я точно не знаю на какой позиции Портер должен играть в НБА потому что для позиции тяжелого форварда ему все-таки не хватает физической мощи несмотря на то что на подборах он все равно работает хорошо но физической мощи не хватает для легкого форварда вроде как бы это выглядит органичнее для него но там ему не хватает навыков игры в пас так Портер хорошо двигается бегает через заслоны хорошо работает ногами он может быть эффективен в пасе опять же как бы за счет мобильности работы ног уступающих тех соперников в посте которые уступают в физданах он просто задавливает кто мощнее но тяжелее он обыгрывает на ногах то есть его достаточно сложно закрыть так что у нас там дальше ему нужно работать при этом как бы физически данными но тут опять вопрос к его спине к его состоянию им нужно просто стать крепче может быть немножко прибавить физической массе если он будет играть четверку мобильности работы ног о которых вы уже говорили она в том числе ему помогает в защите он хорошо защищается именно на ногах бегает через заслоны не теряется у игрока достаточно сконцентрирован за счет этого же он в теории может хорошо действовать в защите при разменах по портеру сложно говорить как бы определенные вещи потому что в NCAA мы его вообще почти не видели а то что видели это такая себя лакомцевая бумажка потому что после травмы я так понимаю что портер он опять же отсюда там есть вытекают некоторые его минусы там по многим отзывам по моим впечатлениям в том числе то есть например он зачастую зачастую сваливается на какие-то там сложные броски с оппонением там в лучших традициях Хобби Брайта короче хотя способен там раздавить допустим физикой мне кажется что он во-первых проверял вот в этих матчах он проверял вообще возможности своего тела после операции привыкал к этому во-вторых просто не хотел лишний раз рисковать и лезть в какие-то серьезные контакты только в контактную борьбу только после операции отсюда же как бы вопрос шоссе шоссе лекшн у него были вопросы и ранее ну да он бросал то о чем ты говоришь насчет Коби синдром Коби или сейчас появился новый персонаж синдрома Эндри Виггинса то что пишет Рингер например то есть вот этот неэффективный шутинг он у него присутствовал еще в школе судя по тому что опять-таки пишут ребята которые смотрят за этими игроками в школе поэтому если он действительно будет правильно использоваться потому что он не может быть там ни первой ни второй опцией сейчас и если он попадет в команду к грамотному разыгрывающему а Конли это очень грамотный разыгрывающий это может дать ему определенный плюс и в этом смысле я считаю что Портеру надо попадать в команду в которой есть взрослый разыгрывающий потому что если ему сейчас дать мяч в руки это вполне вероятно действительно будет Эндрю Виггинс номер два я этому нисколько не удивлюсь проблема в том что сейчас много таких игроков вот там в нижней части драфта очень много тех кто много бросает много попадает и якобы все хорошо но мы все прекрасно знаем как эти шутеры эффективные на уровне NCAA проявляют себя ну да большой привет и так далее поэтому я не верю в то что он быстро сможет прогрессировать в молодой команде куда его очень сильно хочет запихнуть Бартлстайн его агент эта история есть на канале его играв телеграме можно почитать она очень большая я не хочу засорять подкаст пересказыванием поэтому Портер он по нему очень много вопросов из-за травмы и Бартлстайн очень качественно пытается запихнуть его в Чикаго это вот те два момента которые по нему надо знать если он сможет играть с хорошим стартовым плеймейкером у него есть шанс стать ну звездой если нет сорян лучше и не скажешь предлагаю приступить к следующему выбору на этом драфте который будет у нашего саши любимого клуба национальной баскетинговой стации Dallas Mavericks пятый пик и многие слухи фигурирули о том что команда не собирается ничего делать с им драфт пиком в плане поднимания опусканий тоже не очень мало информ не очень много информации фигурировало в источниках связанных с лигой поэтому смело предположить что в принципе под пятый выбор Dallas никуда не денется именно бродяги будут под ним выбирать у команды издавна есть проблема с большими и логично предположить что вот под пятым пиком все-таки наконец-то Даллас хватит себе такую молодую большую звездочку и вот из оставшихся ребяток которых мы еще не говорили пока что ни слова в этом выпуске вот две яркие кандидатуры с каждой своими преимуществами кажется своими недостатками я имею ввиду форварда Мичиган Стейта Джарна Джексона младшего и центрового Техаса Мохаммеда Бамбу который уже многих поразил своими габаритами размахом рук рекордным своей дичайшей скоростью на открытом паркете в общем говоря есть из чего выбирать Саша как болельщик Даллас и как человек который разбирается в этом драфте лучше чем я можешь рассказать мне вот из этих двух больших Джексон и Бамба я насколько понял ты сам признаться честно еще не знаешь кого бы ты если сравнить сильные слабые стороны этих игроков расскажи нам пожалуйста что из себя представляет в данную секунду Джексон Бамба и как они вообще вписываются в концепцию Далласа прямо сейчас прямо сейчас никак не вписываются оба скажем так слепые телята которые только вылезли и вообще не понимают что где куда и зачем и почему но потенциал что в первом что во втором случае просто какой-то космический и по большому счету опять же что в первом что во втором случае не имеющий себе аналогов это долгосрочные проекты и там и там но то что может получиться это действительно очень интересно я даже не знаю кому отдать предпочтение с кого начинать давай начнем с Джексона человеку которому 18 лет который во многим считается чуть-чуть улучшенной версии Серши Баки который не является лучшим комплиментом в истории НБА мягко говоря а многими считается человеком у которого вообще нет никакого потолка в силу возраста и в силу того что он везде помогал во всех компонентах игры и в некоторых моментах например в трехочковом броске и в защите своей краски он проявился ну выше всяких похвал вот давай начнем пожалуй с Джарна Джексона расскажи на моего сильных слабых сторонах пожалуйста ну с Сержевого Бака это какие-то эти самые вражины рассказывают они все врут я на самом деле долго я на самом деле долго сам не мог подобрать какое-то адекватное сравнение для Джексона если говорить о современных звездах НБА ну или как о там звездах ну хотя бы отдаленного прошлого ближайшего прошлого а потом Джексон сам подкинул мне отличную подсказку запостив в инстаграме фотки со своих индивидуальных тренировок при подготовке к драфту тренировался он с прошлой суперзвездой НБА зовут этого человека Кэвин Гарнетт вот вот в идеале вот оптимальное сравнение для Джексона если рассуждать о каких-то звездах потому что Джексон это лучший трень ди большой на драфте вот если так вообще если такой параметр существует он великолепно двигается для своих габаритов просто великолепно он защищается на ногах я не знаю 18 лет кто-то видел такое или не видел потому что человек без преувеличения способен вообще без потери качества защищаться против 2 3 4 5 номеров вообще по барабану он успевает на ногах и даже если его пытаются размотать на дрибле не на скорости и важно он закрывает успевает он естественно способен отваливаться на периметр за центровым если тот если мы говорим о stretch 5 а потом еще возвращаться назад в краску на подстраховку то есть его просто так не выдернешь демонстрирует какую-то сумасшедшую статистику по поводу в вопросе блокшопов читает игру защищается в пикин роллах он как бы там при размине он держит и он успевает как-то держать не знаю и своего игрока и на подстраховку выходит отлично действует на блоке во многом благодаря тому что вот хорошо координирован и он ему абсолютно все равно какой рукой блокировать право лево и вообще не важно обычно там кто как-то кто-то люди стараются там какой-то более привычно действовать не всегда это эффективно хорошо защищается в посте то есть его задавить его тоже достаточно сложно при этом тут конечно есть над чем наработать ему нужно добавлять физической мощи тут как бы есть просто для роста естественно с учетом его возобнования переходя к атаке вот тут начинаются вопросы потому что кроме наличия действительно хорошей трешки то есть пикин попа с ним играть вообще одно удовольствие будет я думаю его особо ну я бы не сказал что у него много что есть хотя ну определенные сомнения существуют по поводу механики броска но поскольку опять же возраст я думаю что это не составит труда поправить при этом в отличие например от того же Бегля от которого о котором мы уже говорили Джексон очень хорошо для большого пьет штрафный у него почти 80% попадания это далеко не везде встречается при броске достаточно быстрый ревиз умеет ну по крайней мере в зачатии скажем так умеет опустить мяч на паркет то есть там сделать с ним пару-тройку шагов хотя бы и забить лейап как например но вот надо разносторонностью нужно работать но понимание вот понимание игры в атаке оно оставляет вопросы плохо он читает игру вот состояние у нас здесь и сейчас он в атаке очень сухой игрок не лучшее решение у него 40 почти передач на 60 с лишним потерь по сезону ему нужно учиться быстрее думать быстрее соображать на площадке в атаке в обороне как раз таких проблем нет не странно обычно обычно наоборот бывает он больше полагается на свои инстинкты чем на какую-то тактику он не очень хорошо завершает в трафике не умеет играть изоляцией вот вообще никак не умеет действует только от броска то есть ему нарисовать комбинацию чтобы тот же пик-н-поп разыграть ему откинуть и он забьет или пик-н-ролл разыграть он подержит кольцо ты ему кинул свечку он прыгнул забил что-то другое пока он играть не умеет вообще он на данный момент похож на такого тренди винга в теле первого номера потому что Джексону нужно играть все-таки скорее больше пятого номера чем четвертого особенно с учетом проблем в атаке по Джексону понятно что подожди 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 я не закончил мы еще не дошли до основного вопроса давай который вызывает наибольшее вызывал наибольшее опасение по крайней мере у большинства экспертов это его дисциплинированность игры в защите то есть он слишком сильно старается и отсюда у него очень большие проблемы были с набором фолов при этом нужно понимать что свои сумасшедшие цифры про блокшот например он выдавал в очень лимитированное количество времени при пересчете на 36 минут там вообще получается ну хотя бы на 36 там получается как вообще что-то совершенно выносящие мозг он слишком старается и слишком хочет проявить себя в той же защите например он покупается на фейке есть этому нужно учить он плюс ко всему не очень хорошо подбирает по крайней мере пока он вроде как хорошо выбирает позицию но пока не научился пользоваться своими габаритами весьма внушительными то есть например тот же Бегли нагло его превосходит в тоннерном компоненте ему также нужно учиться в защите в посте то есть он не очень прочно стоит на ногах если так можно выразиться он на мой взгляд он наиболее перспективный игрок на этом драфте вообще потому что не имеет особо себе аналогов за счет игры в защите в первую очередь но и самый сырой если он научится правильно действовать если его правильно ему главное попасть к правильному тренеру на самом деле потому что мне прослеживаются параллели по джексону если говорить о прошлогоднем драфте опять же с тем же Джонатан Майзек вот примерно один в один только у джексона потолок раза в два выше то есть если он попадет да Жень подожди если он попадет к правильному тренеру который будет с ними работать который научит что как вообще куда если у него там будет там особенно какой-нибудь дядя типа Гарнета желательно в команде в качестве играющего человека который будет ему подсказывать на тренировках на тренировках то есть это получится просто монстр то есть вообще непонятно что с ним делать и как играть а если он попадет по шуму тренеру ну увы это будет закупленная карьера я думаю дядя дядя типа Гарнета уже в лиге не осталось к сожалению а вот когда вы слышите когда вы слышите о том что Бостон хочет подняться повыше вот это цель Бостона не Бамба не прочие мусорные вот эти вот все большие а вот это цель Бостона если Джаран Джексон попадет в Бостон Селтикс в принципе ну это теоретически примерно то же самое что туда отдать сейчас Энтони Дэвис потому что сейчас 21 год Брауну 20 лет Тейтому и еще нет 19 Джарану Джексон через 4 года ты прав чемпионат можно будет заканчивать потому что претензии к Джексону в первую очередь а в недостатке атлетизма то что он там где-то не допрыгивает где-то не может поставить корпус где-то чего-то еще это претензии которые могут быть компенсированы полугодом в качалке на уровне НБА претензии которые к нему выдвигаются по поводу понимания игры в атаке ребята от большого сейчас в лиге не очень нужно играть в атаке и быть там монстром уровня Хакима от него сейчас нужно уметь правильно позиционно играть научить играть позиционно Стивен в состоянии даже Буратино причем в очень короткие сроки и я не хочу оскорблять никого из конкретно из игроков но такие примеры уже были некоторые даже еще есть поэтому то что Джаран Джексон это цель Бостон Селдикс на драфте это совершенно сто процентов если они влезут куда-то там в третий номер в четвертый номер неважно куда это будет очень-очень плохо для лиги в целом но для понятное дело фанатов Бостона это будет очень хорошо я не верю в то что они будут искать кого-то еще Дончич там совершенно не нужен в равной степени не нужен травмат Портер или Бегли с кучей вопросов а вот этот парень которого можно научить и докачать это тот человек который наверное является лучшим выбором на этом драфте в зависимости от того что нужно команде если команде нужен маленький то это Дончич если команде нужен большой то это Джаран Джексон я думаю что года через 3 через 4 когда мы будем смотреть на результаты драфта вот это будут те два человека которые преуспеют больше всего главное попасть Джексону в команду с тренером адекватным я могу назвать 4 человек но вы их в принципе и сами можете назвать кстати Даллас в этом смысле повезло один из этих 4 человек у них я про Карла ну да естественно поэтому поэтому если действительно Далласа Д катится Джаран Джексон это в принципе ну очень хороший актив если нет ну я просто подозреваю что мы услышим про обмен четвертого пика на там какую-то большую охапку всего интересного и под четвертым пиком Бостон заберет Джексона и собственно до свидания всем спасибо все свободны Энтони Дэвис останется играть в новом Орлеане а Бостон будет выносить всех еще наверное ближайшие его до 4 начиная с 2021 давайте ребят уже перейдем наконец-таки к другому большому который довольно-таки очень многообещающий Бамбо расскажи нам Саш про него и почему его называют вот Руди Габером с потенциалом трехочкового броска и заслуживает ли он таких сравнений на твой взгляд во-первых да заслуживает сто процентов во-вторых ну действительно Бамбо наряду с Джексоном это наиболее интригующий проспект этого драфта потому что опять же потолок там в идеальном случае при условии идеального развития событий этого понятных дел никогда не бывает но тем не менее то есть потолок там вообще в принципе не просматривается то есть если Джексон тот же берет он больше как бы вот природным пониманием игры в защите и в том числе там атлетизмом там работой ног то Бамбо берет своими совершенно сумасшедшими какими-то это просто как бы нечестными нечестными несправедливыми физическими данными то есть Вингспан 7.10 что подождите это законно я я насколько помню что с поднятыми руками вверх Бамбо не дотягивает до кольца всего лишь полтора дюйма что ну вообще абсолютно умопомрачительно ну вот как бы да при этом как бы с учетом того что это такая вот безразмерная шпала он великолепно бегает о чем-то уже говорил о чем-то уже говорилось у нас сегодня он хорошо двигается он при вот этих вот бешеных габаритах он способен опускать мяч вниз это по нему бьет об этом чуть попозже сейчас подробно поговорим но он но он это умеет делать опять же нужно правильно научить как бы потому что если мы говорим о людях с такими же антропометрическими данными то есть это Руди Габер и в общем-то Хасан Уайтсайт и в принципе все то есть если именно вот о таких размерах говорить Габер и Уайтсайт вообще не умеют опускать мяч вниз то есть они это игроки краски ну Уайтсайт в принципе сдулся Габер он в защите все в краске выкашивает а в атаке ну что от него какие-то там алиу эти самые алиу половить путбеки и так далее задавливать в общем-то у Бамба же потенциал с этой точки зрения гораздо выше минус 5 он великолепно защищается разумеется еще бы как говорится потому что у него достаточно хорошая работа ног дает это вкупе с теми же самыми феноменальными физданами то есть он двигается лучше того же Габера например он гораздо резвее он способен размениваться и держать каких-то там малышей в первую очередь опять же за счет своих данных но при этом он на ногах более-менее способен им не проигрывать за счет вот этих габаритов что у него один шаг это половина площадки он способен в защите выйти забросающим на дугу а потом сделать шаг обратно и вернуться на подсерховку в краске просто за секунду даже меньше он при этом хорошо чувствует игру он вот эти вот энное количество блокшотов которые он поставил это не только следствие его сумасшедшего вингспана он просто действительно оказывается периодически в нужное время в нужном месте достаточно высокой доли периодичности у него есть потенциал в защите в посте хотя к этому есть вопрос ему нужно добавлять физ физической мощи в первую очередь 100% ему нужно фунтов не знаю наверное 30 прибавить потому что прямо сейчас в посте какой-нибудь казинс опять же ну там действительно габаритный такой большой да хотя бы даже дамберт джорнан наверное он его раздавит он его просто оттолкнет в этом смысле ему нужно становиться больше если так можно сказать за счет тех же габаритов он великолепно на подборах то есть ему даже делать ничего не нужно он поднимает руки вверх и никто с этим ничего сделать уже не может хоть ты три раза там поставь три батута прыгай вверх ты ничего не сделаешь самое интригующее в бамбе если если мы идем дальше и начинаем вопрос об атаке это то что как бы человек работает серьезно на броском со средней и дальней дистанции потому что если он сможет играть стрич файв а задатки для этого у него есть то у меня вопрос а как это вообще закрывать как как против этого защищаться это вот это считает то же самое ну почти наверное в какой-то степени когда я умен в свое время пришел в лигу а что это такое а как против этого играть вот тут примерно вот такое же а что это как что с этим делать принесите мне стремянку пожалуйста если он у него нормальная при этом механика броска он с дрюхендленом работал над исправлением этого дела то есть бросками после уже колледжа в межсезонье сейчас если он разовьет это дело то он с точки зрения уникального набора умений умений вот разносторонности он станет абсолютно лучшим центром в БНБА за счет наличия вот того же броска то есть и достаточной подвижности он может быть эффективен в посте то есть набрав эту массу он начнет немножко там продавливать толкаться а потом он резко разворачивается и там либо сделает шаг обыгрывает и заносит в кольцо либо там может там не знаю в стиле дирка например там просто джаппер кинуть со средней и опять же как бы за счет вот этой вот амплитуды за счет его высоты как его закрывать это очень проблематичный процесс кинуть на него в обороне Джарана Джексон судя по твоему предыдущему рассказывает единственный вариант как его закрыть ну как бы ему очень много нужно учиться опять же то есть это вот опять же наряду с Джексоном это наиболее интригующий но наиболее сырой ему нужно играть учиться в атаке он часто зачастую просто не знает что делать с мячом ему там разменялись как вы кинули мяч он в пост или он там развернулся стоит более-менее на периметре он не знает что с ним делать то ли его опускать то ли что-то там паской хоть отдавать отсюда очень отсюда у него много потерь он не умеет пасовать по крайней мере пока то есть пас это совсем не про него он слишком полагается наверное на свои именно на длину рук на вингспан и при этом понимая что у него есть проблемы с физической мощью он за счет этого редко открывается и редко просит мяч себе в пост чтобы продавить это опять же то над чем нужно работать он отсюда же его проблемы финишинга с контактом то в этом тоже есть над чем работать он иногда наоборот как бы в краске он вроде как бы уже зашел в краску спиной кольцо более-менее раздавил развернулся но потом он вместо того чтобы просто поднять мяч руку с мячом вверх и закинуть лейап он зачем-то начинает там периодически опускать его вниз пытаться дальше что-то там обыграть на полу зачем непонятно то есть его тоже нужно учить decision making нужно учить принимать решения ну и опять же недостатка вот этой физической мощи плюс у него достаточно высоко высоко расположены в центр тяжести тоже небольшая проблема вот даже на уровне колледжа в посте его в защите периодически соперники задавливали то есть там в РБА в противоборстве с там тем же Казинцем или даже хотя бы Юсуфом Нуркичем будут проблемы он опять же нужно работать над decision making в защите то есть он периодически теряется ошибается в решениях он может там при элементарном размине зачем-то уйти на третьего который на дугеас идет и пропустить соперника просто вот выстрелить ему ковровую дорожку в краску иди забивай такие моменты тоже проскакивают еще нужно учиться жестче занимать позицию в краске в любой при борьбе за подбор он слишком полагается на свой финг-спан у меня такое ощущение сложилось ну о том что в атаке не смотрит по сторонам получив мяч он только смотрит только на кольцо я думаю вы уже вроде говорили это тоже нужно над этим тоже нужно работать это нужно решать собственно говоря отсюда у него и такая статистика у него 15 передач на 46 потери то есть соотношение один к трем это много он зарывается ему нужно учиться как бы набирать ему нужно набрать массу и учиться начинать работать корпусом продавливать плечом толкать и тогда если он прибавит в габаритах чуть-чуть нарастит мышечная масса даже даже если он станет немножко медленнее вполне скорее всего даже но это все равно станет это будет очень круто о бамбе я уже так понимаю это довольно распространенно все нам рассказал выпуск у нас уже выходит почти что на час двадцать поэтому предлагаю без промедления перейти к обсуждению последней хайповой такой личности на этом драфте если так можно выразиться трейянг о котором мы чуть-чуть ранее уже говорили в нашем выпуске вовлеку Женю в разговор потому что давно мы о нем не слышали а потом уже Саша нам расскажет о сильных и слабых сторонах этого человека Жень правдив ли тезис о том что при доступности трейянга под шестым пиком его союз Орландо Мэджик выглядит как идеальное так сказать нахождение друг на друга как ты считаешь я не уверен но если Орландо действительно хочет связать себя с треем Янгом у них есть для этого все шансы я в двух словах буквально по поводу Янга могу сказать что его оценивают довольно высоко и не только Орландо но надо очень четко помнить что как выглядят сегодня в НБА те гарды которые имеют схожие с ним параметры это это Айзея Томас это все кто ростом 6-0 потому что тут про Трея Янга говорят что он чуть ли не 6-2 это неправда он не 180 сантиметров значит самый ключевой момент как бы здорово он не бросал как бы он не выглядел похожим на Карри из-за недостатка атлетизма это будет самая уязвимая точка в защите любой команды его будут постоянно используют вы все видели финал вы все видели что против Карри постоянно играли размены мисс матчи и проталкивали через него вы помните как играли против Айзея Томаса выцеливая его в решающих матчах Трея Янг может быть сколько угодно классным игроком в регулярке он может много скорить в плей-офф это уязвимость поэтому он хороший игрок у него много чего есть положительного но это не игрок для контендера на сегодня если он когда нибудь станет похож на Карри в принципе я почти уверен что и на Карри можно найти управу но если Трея Янг когда нибудь приблизится к уровню Стефа в плане угроз в атаке я думаю что к тому времени уже научатся защищаться против них поэтому я не считаю Янга супер джекпотом для любой команды но оживить мертвый франчайз каковым на сегодня является Орландо Янг вполне способен вот вот нам распространено Женя рассказал об одном из главных недостатков игр человека сделав так сказать работ за тебя Саш чтобы сбалансировать этот недостаток накинь положительные какие-либо качества которые связаны с Трея Янгом на твой взгляд ну да Женя все проспределил ну о чем тут говорить если о минусах уже сказали да Янг это просто дыра в защите такая большая черная зияющая приглашающая атакуйте пожалуйста вопрос в том способен ли Янг в идеале забить больше чем забьют через него это вопрос потому что у человека потрясающий бросок вообще с любой дистанции он может там с центра бросить и попасть запросто у него очень быстрый релиз отличная работа ног просто на раз-два создает себе броски за счет дриблинга в сторону степбэк неважно то есть вообще моментальная задержка со стороны соперника он опекуна он моментально наказывает находит себе пространство и либо бросает либо отдает передачу очень хорошо восстанавливает баланс после там рывка способен дергать на дистанции соперника очень хорошо действует за счет этого опять же в проходах у него хороший флотер он в отличие опять же возвращаясь к многострадальному бегле замучили мы его уже сегодня он завершает с двух рук вообще человек вообще без разницы что куда как как облетать соперников но негативный момент опять же в атаке если говорить заключается в том что он вообще не переносит контакты контактная борьба по крайней мере пока это не для него это ему нужно наверное что-то будет делать качаться срочно в спортзал башни и вперед потому что сейчас при минимально серьезном я назову так контакте в трафике он моментально теряет баланс и куда-то мяч летит непонятно куда и в неизвестном направлении скрывается по началу сезона он полагался на свистки арбитров и это работало в проходах то есть оля Джеймс Харнов получил мяч рванул в краску там попытался кого-то обрететь нашел контакт а там либо индуан либо два слинии а штрафные бьет янг вообще идеально когда мы перестали это свистеть у него статистика резко поползла вниз статистика эффективности как у Хардена в плей-офф в принципе ну в общем да янг очень хороший распасовщик он не жадный игрок вообще не жадный он хорошо видит площадку умеет оценить ситуацию правильно то есть он периодически принимал очень хорошие решения вроде не очевиды но просто куда надо великолепный интернет бикинг ролл разумеется играет с поднятой головой что называется не зарывается никуда всегда смотрит на площадку решение принимает быстро но все это упирается вот в ту проблему о которой уже сказано было о защите то есть он очень легкий его любой кто угодно там затолкает с него забьют все что угодно и на самом деле мне кажется что он ну вот как бы если вам нужно шоу какой-то по крайней мере да вам нужен трейянг если если вы хотите контендер наверное все таки мимо вот убил свою прическу все это видели и насколько многие знают слушатели которые слышали подкаст Артема Панченко этот факт очень сильно удивил Олега ЛСП да что уже в принципе считается неплохим достижением предлагаю все-таки чуть-чуть вернуться более к нашей теме относительно драфта уже к сожалению выпуск не резиновый у нас уже почти что полтора часа записи я предлагаю вам ребят поделиться какими-то другими проспектами которые высоко коррелируются вообще в сфере НБА прямо сейчас мне вот на ум приходят два имени это Вендел Картер центровой Дюка и Микл Бриджес человек который стал победителем NCAA в этом сезоне в составе Ланова считается одним из лучшим пожалуй вингом на этом драфте о Майлзе Бриджесе я предлагаю не говорить потому что об этом о нем игроке Саша нам рассказывал в прошлом сезоне человек решил вернуться на один год в универ это не сказать что чтобы слишком успешно отразилось на его котировках на драфте но вот так вот срослось то есть если возможно Саш расскажи нам буквально в двух словах потому что опять же время осталось совсем немного о Венделе Картере и Микале Бриджесе и может быть какими-нибудь других игроков за которые тебе понравились и которые могут стать откровением именно из таких среди низких первых пиков первого раунда давай Саш последние минут последние 5-8 минут сегодняшнего выпуска тебе рассказываем и с удовольствием послушаем Саша ты с нами? Саша понятно да микрофон I'm sorry мне понадобится чуть больше времени все-таки потому что на Картере нужно на мой взгляд остановиться чуть подробнее давай подробнее но не слишком сильно подробно слушай все равно это будет быстро не волнуйся не паникуй Картер это стоит особняком скажем так на этом драфте потому что он не знаю тактично ли это будет сказать ну самый так скажем несексуальный выбор в топ-10 но выбирая Картер вы четко вы четко понимаете что получаете это считай наверное наряду с Миколом Бриджесом самый надежный выбор из топ-проспектов то есть это у него у Картера есть абсолютно стопроцентно ролевая модель которая вот почти один в один совпадает и в перспективе там действительно будет наверное наверное будет так это Эл Хорфорд то есть он Картер играет очень просто при этом максимально эффективно как можно максимально эффективнее он очень хорош в посте у него хорошая масса он давит он способен при этом как бы развернуться положить джампер с разворота вообще без проблем хорошо скоординирован он может пройти в проход и привет Бергле снова завершает двумя руками способен там хук забить вообще опять же без проблем может опустить мяч на пол очень хорошо пасует для большого особенно здорово действует на подборах причем на обеих счетах за счет выбора позиций в том числе и своей массы и низко расположенного центра тяжести то есть если он занял позицию плотно встал на ноги все он уже оттесняет спину поставил никто больше не пройдет он достаточно жесткий агрессивный игрок не боится силовой борьбы вообще ни разу у него меняемый я скажу так вертикальный прыжок хорошо блокирует хорошо действует на блоке за счет как физических данных так и понимания игры очень умный игрок вопросы по карту возникают с учетом тенденции современной лиги это его защиты на периметре потому что он игрок медленный все-таки достаточно медленный в атаке ну ладно для атаки рано то есть как бы он ну при разменах его будут его будут стараться выцеливать потому что на ногах на периметре если он выйдет он против того же карри условного или ревинга он не он не защитится по крайней мере по состоянию здесь и сейчас в атаке же основная проблема это завершение сопротивлением активного сопротивления особенно если там кто-то побольше потому что превосходящие в габаритах сильно превосходящие потому что картер все-таки достаточно undersized вопросы есть мобильности нужно работать над принятием решений у него у него с этим неплохо но иногда как видо прохватит странные вещи когда его там у меня такое ощущение что он взрывается когда его там пытаются давить он пытается снова а ладно я продавлю и забивает на пас ему нужно учиться вовремя расставаться с мячом плюс у него есть у него периодически возникают проблемы возникали проблемы с фолами какие-то вот там глупые фолы иногда проскакивают мне кажется что это вот исключительно недостаток опыта и выбирая картеры вы получаете стабильно хорошего игрока который может быть даже поедет на ул-стар уикенд вообще без проблем но супер звездой НБА он не будет но при этом у него пол так называемый очень высокий и бастом он тоже не будет вот этого 100% по поводу Бриджеса может быть у тебя есть что сказать Саш да Бриджес на самом деле как бы Бриджес самый готовый игрок НБА в данный момент что неудивительно потому что он даже не второгодка он третий год он проводит он проводит уже третий год в колледже и привавил он значительно именно в этом году потому что в прошлом я вообще не помню где он там был и был ли вообще Бриджес это классический трендивинг вот наиболее готовый к НБА игрок вот прямо сейчас у него хорошие габариты хороший набор умений то есть ну в пределах позиций он очень хороший снайпер у него хорошая механика броска там вообще ничего не нужно править быстрый релиз хорошая траектория он хорошо защищается на ногах дисциплинирован в защите он не выдергивается там на перехваты не пытается там набить в себе статистику вот он ему сказали делай вот так он будет делать он будет работать вот от и до от работы классическая классическая там такая рабочая лошадка при этом рабочая лошадка элитного уровня который вот сделает от и до то что он может сделай и сделать это на высшем уровне единственные единственные вопросы которые к нему могут быть это физическая мощь то есть у него именно физической мощи не хватает то есть если там против него развернуться начнут давить в посте даже кто-нибудь типа я не знаю там какого-нибудь кингилгреста могут быть проблемы то есть вот это вот над этим опять же в зале нужно работать и набирать мышечную массу при этом ближе опять же он просто старше сверстников он прекрасно все понимает и например в атаке он не особо и в краску лез в этом сезоне нс он выполнил свою роль получил мяч либо там пас отдал куда-то посмотрел либо если у них есть возможность он просто бросает либо там если он получился на видении видит видит пространство он прошел в краску забил это опять же как бы если в конце десятки это наиболее безопасный то что доктор прописал мне кажется под Филадельфию особенно на фоне слухов которые фигурируют что Филадельфия именно как раз на игрока такой формации будет в первую очередь свой взгляд останавливать Жень дам тебе право завершить этот выпуск есть ли у тебя какие-либо дополнительные мысли по поводу Вендела Картера и Микала Бриджеса и может быть каких-нибудь других игроков буквально парочкой слов не обделить вниманием кто максимально может быть интересен может быть вне первой десятки драфта есть ли что-либо тебе добавить на эту тему или в принципе уже все сказано и без тебя вот есть Колин Секстон которого некоторые сравнивают с Эриком Блеттса я бы его сравнил пожалуй с Уэсбруком потому что у чувака энергии вот примерно столько же он готов пахать понятно что там очень много он мне еще Уэсбрука напоминает своим шот-селекшеном и своим процентом из-за дуги не то чтобы я там в плюс или в минус но это человек который вот взял мяч и пошел его забивать пасует он примерно осмысленных передач столько же то есть он не очень любит пасовать но если вам нужен человек который принесет шоу и которого будут любить и который будет постоянно делать вам хайлайт и вот Колин Секстон это ваш выбор я не знаю насколько можно на него рассчитывать в плане там долгосрочном но как персонаж который поднимет интерес к вашей франшизе прямо сейчас вперед Секстон больше тут мне особо отмечать некого потому что я настолько глубоко в детали драфта не лез поэтому я в принципе полностью согласен со словами Саши особенно насчет Микола Бриджеса мне интересно куда он куда он попадет потому что человеку 21 год и он может работать уже там прямо сейчас в лиге насколько качественно это второй вопрос но в 21 год он уже готов играть сегодня да в принципе я предлагаю на этом и остановить наш разговор по поводу этого драфта на мой взгляд получилось максимально детально мы остановили свой взгляд именно на таких топовых проспектах если кто-то ожидал от нас то что мы остановим там взор на большем количестве игроков извините мы решили сделать упор на качество а не количество и в первую очередь за это я благодарен своим сегодняшним партнером по записи этого подкаста в первую очередь хочется поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Сашу Моисеньки который сделал большой объем работы по поводу к ну к собиранию этой всей информации относительно молодых игроков спасибо тебе большое Саша ты сегодня очень нам сильно помог при рассмотре этих молодых игроков будем ждать тебя при записи следующих выпусках вполне возможно что скорее всего они будут о драфте может быть следующего года может быть чуть раньше кто знает в любом случае спасибо тебе большое за то что сегодня с нами был участником нашей беседы всегда пожалуйста зови Сашу вы услышите там буквально через 2-3 дня да вы услышите его в отдельном подкасте у Жени на его канале его игра автор телеграм канала как я уже обсуждал мой постоянный соведущий ну и смысл много раз повторяться Жень спасибо тебе большое как всегда буду ждать тебя при записи с наших следующих выпусков как всегда Марк как всегда спасибо ребят да и спасибо вам дорогие зрители и слушатели нашего подкаста не забываем подписываться на наш ютуб канал на наш микс клауд канал где выходят выпуски в аудио формате с некоторой задержкой после выхода на ютубе в группа хай фай вконтакте и одноименный телеграм на в телеграме кто бы мог ожидать телеграм его игра также там будет а также не забываем подписываться на наш блог на спортсру чтобы следить за новостями нашего проекта ну а мне лишь осталось попрощаться с вами дорогие зрители и слушатели спасибо вам большое за просмотр и до следующего подкаста